Всем привет, вы на канале Палеолит Геймс и с вами снова я, Эльф Анальный. Вы спамили в комментах, спамили на стримах, умоляли, преследовали меня, убивали себя и являлись мне в виде духов в эротических снах. И все это ради того, чтобы я сделал гайд под Варфом. Хорошая новость! Вы все же добились своего и вот ваша третья часть гайда под Warfortress. Сразу скажу, что я проебал записанный материал и файл с самой крепостью, а переигрывать мне было лень. Потому вместо демонстрации видеофрагментов я сделал пару зарисовок в пейнте и фотошопе и попробую с помощью них, а также с помощью скриншотов пояснить вам, что да как в этих рыгу и лайках. И как и обещал, сегодня мы поговорим о подготовке и командовании войсками, про пещеры, а также про облагораживание вашей крепости. А перед тем, как перейти к теме видео, хочу посоветовать вам один из наиболее амбициозных серверов в Garry's Mod в стилистике фэнтези. Фэнтези РП от студии Universe Games. На сервере вас ожидают войны альянсов, эпичные сражения, система прокачки, крафт и многое другое. Вы можете стать кем угодно, от простого крестьянина до легендарного героя или великого злодея. Лишь вы решаете, каким будет ваш путь в этом мире. На сервере присутствует хард РП, отзывчивая администрация и замечательная комьюнити. Проект сейчас активно разрабатывается и уже вскоре будет открыт для всех желающих. Переходите по ссылке в описании в дискорд разработчиков, чтобы быть в курсе всех новостей, а также быть в лице первых, кто сможет опробовать игру. Ну а начнем мы с комфорта ваших дварфов. Дело в том, что дварфы лишь на первый взгляд это волосатые, вонючие, потные и вечно бухающие существа, способные убить и сожрать даже собственных детей. На деле они как лук. Они многослойные. И где-то там, прямо между слоями, на которых располагаются психопат-маньяк и непросыхающий скульптор-фетишист, находится весьма важный слой, на котором дварфы это в первую очередь благородные и утонченные господы, которых воротит даже сама мысль о том, что можно есть не за столом и пить не из золотых кубков. Господи, Данила, ты шо хрейзи? И чтобы удовлетворить большинство базовых потребностей в комфорте, будет достаточно следующего. Первое. Строительство и обустройство столовой и назначение общественного места, где дварфы смогут тусить, бухать и пиздиться с различными приезжими. Второе. Наличие у вас бокалов и ведер и постоянный доступ к бухлу, о чем уже говорил ранее. Также важным является обеспечить себя постоянным незамерзающим источником воды, ведь животные и больные дварфы будут употреблять только воду, а для ее переноски как раз таки важно иметь достаточный ведер. Чтобы построить столовую, просто закажите у плотника или каменщика столы и стулья, а после разместите их в заранее выкопанном под столовую помещении. И нажав Q, будучи в основном разделе приказов, наведите курсор на стол и назначите область вокруг него столовой, также сделав ее общественным местом. Общественное место хорошо тем, что вы можете быть уверены в местоположении большинства своих дварфов в их свободное время. Минус в том, что общественное место также будет аккумулировать вокруг себя разных бродячих бардов, писателей, аристократов и прочих бродячих животных. Которые с ростом богатства вашей крепости все чаще будут являться к вам. В будущем данную проблему можно и нужно будет решить, создав отдельное помещение, назначив его таверной. Также убрав общественное место со столовой, однако на первый год-два можно совместить столовую и общественное место. Для изготовления кубков вам нужно обратиться в мастерскую ремесленника. Можете сделать кубки или кружки из абсолютно любого материала, так как тут скорее важен сам факт их наличия, нежели то, из чего они сделаны. И раз уж мы разобрались с базовыми потребностями дварфа в комфорте, то стоит поговорить об их ментальном состоянии. Как я уже говорил, дварфы это крайне нестабильные существа, хотя и куда более миролюбивые, чем в первых версиях игры. Тем не менее, зачастую их настроение выглядит как игра в русскую рулетку с шестью пулями в барабане. И говорю я сейчас конечно же о различных проявлениях безумия и агрессии. Вообще дварфы могут беситься или вести себя неадекватно по многим причинам, начиная от стресса, заканчивая разногласиями за бочкой эля в таверне. Так что следует тщательно следить за чистотой вашей крепости и наличием еды и напитков. Но особняком в этом вопросе стоят так называемые странные мысли и помешательства. В случае наличия странных мыслей, дварфу в голову приходит некая идея о создании какой-то вещи, именуемой легендарным артефактом. Это могут быть совершенно разные безделушки, от какого-нибудь насказа с именем его матери, до легендарного меча, инкрустированного драконией костью. В случае возникновения подобных мыслей у дварфа, желательно обеспечить его всеми необходимыми материалами и мастерской. Ведь после завершения своей работы он мирно продолжит жить в вашей крепости. Куда более худший исход будет, если он не найдет нужных ему материалов или мастерской. Собственно, есть несколько вариантов последствий. Но в каждом дварф получит негативное психологическое состояние, некоторые из которых могут закончиться даже смертью. Окей, вот вы наладили базовое производство и обеспечили дварфов кое-каким комфортом. Самое время вспомнить, что у вас возможно нет металлов, а также отсутствует вода и некоторые другие материалы, и что за ними можно отправиться в пещеры. Пещеры вообще довольно полезное, стрёмное и опасное место одновременно. С одной стороны подземные озера станут для вас отличным источником воды для вашего колодца, а шелк пещерных пауков надолго позволит загрузить ткацкие мастерские работы. Но есть у пещеры и пара минусов. Первым делом, как только вы прокопаетесь в пещеры, по всей вашей крепости разнесутся споры разных грибов и пещерных растений, в результате чего все стены и полы покроются мхом и блесенью. Однако некоторые растения в будущем можно будет собирать, но меня всё равно это очень сильно бесит, и я стараюсь как можно быстрее избавиться от этого болевотно-сине-зелёного месива. Самый же очевидный минус, это то, насколько пещеры опасны и непредсказуемы. Всего минуту назад всё могло быть тихо и спокойно, и вот уже пяток трупов из-за очередной пещерной жабы, которую вы прокараулили. Или же дети, решившие поиграть в пещерах, сорвутся и упадут в воду. В общем, не следует оставлять пещеры надолго без присмотра, и особенно не стоит их оставлять без дверей, защищающих вашу крепость от местных обитателей. По поводу обитателей. Тут опять же самые разные существа и конкретики вряд ли вы от меня добьётесь. Во многом живность зависит от глубины пещеры, ведь на верхних уровнях будет водиться всякая мелкая живность, летучие мыши и блядские пещерные лягухи, которые доставляют лично мне больше всего проблем. А вот чуть ниже могут таиться тролли, огры, драконы и забытые чудовища. И конечно же для обороны и убийства всего этого вам потребуются солдаты. Солдаты это ваша основная военная мощь, именно их вы будете чуть что вызывать для пиздюливания очередного эльфа-педофила в таверне, тролля в пещере или кобальда на складах. Для того, чтобы начать создание собственного войска, вам нужно, будучи в основном разделе, нажать М, тем самым вы перейдёте в раздел с вашими отрядами. Здесь вы сможете создавать новые отряды, распускать, снаряжать, а также выставлять график тренировок и отдыха для имеющихся. Но не будем пытаться бегать, пока не научились ползать. Давайте для начала создадим наш первый отряд. Для этого, впервые зайдя в раздел отряда, нажмите С, после чего выберите для отряда униформу. Лично я всегда выбираю без униформы и настраиваю в первый раз всё вручную, в зависимости от имеющихся ресурсов и снаряжения на складах. Давайте же и в этот раз поступим так же. Левая колонка имён показывает то, сколько солдат у вас сейчас в отряде. Правая колонка свободных для назначения дварфов. Обычно в отряда набирают наиболее бесполезных, с точки зрения производства дварфов, чтобы те могли посвятить всех себя тренировкам. И чтобы производство не просело в случае смерти дварфа. В общем, просто наберите в отряд тех дварфов, которых вам не жалко потерять, и давайте двигаться дальше. Допустим, вы набрали свою гачи мучи пати, голожопых карликов, и теперь хотите их чуть приличнее одеть. Сперва, находясь всё в том же окне, нажмите N, и перейдите в меню, где вы сможете создать новый набор снаряжения. Далее, ориентируясь на подсказки, сверху составьте любой удобный вам набор снаряжения и оружия. Делается это следующим образом. Нажимаем C, создав новый пресет. Далее, к примеру, нажимаем A, и выбираем тип брони, который мы хотим назначить униформой. После выбрав данную броню, нажмите M, и выберите нужный или имеющийся у вас материал. Повторяйте, пока не укомплектуете полный набор. Чтобы применить униформу к отряду, нажмите E, затем U, и выберите созданный вами пресет, и либо снарядите каждого дварфа отдельно, либо примените один пресет на весь отряд. Вот ваш первый отряд и настроен, и готов к бою. Еще же вы можете напоследок нажать S, и задать график тренировок, но я обычно этим не заморачиваюсь, да и поначалу это не будет иметь особого смысла. Поэтому вернемся к этому вопросу в следующих видео. Теперь вам нужно создать зону для тренировок, где ваши дварфы могли бы практиковаться. Для этого вам нужно заказать, к примеру, в мастерской плотника доспешные и оружейные стойки. Немного тренировочного или даже настоящего оружия, а после разместить все стойки в отдельном помещении, и назначить его тренировочной зоной. Теперь в свободное от других дел время, ваши солдаты будут собираться здесь для оттачивания боевых навыков. Ну и напоследок нужно сказать, как же именно происходит командование вашими войсками. Сейчас я не буду затрагивать патрулирование, ведь обычно не пользуюсь данной функцией, а расскажу лишь об основах управления отрядами. Чтобы отдать приказ к бою, вам нужно находясь в основном разделе нажать S, после чего откроется окно с выбором приказов для ваших отрядов. Просто выберите нужный отряд, и ориентируясь на подсказки, отдайте нужный вам приказ. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ожидайте следующую серию гайдов, которая выйдет после нового года. В следующем видео мы поговорим о возведении, фортификации, дополнительных мерах защиты крепости, о том, как пережить вашу первую осаду, а также о том, что делать, когда ваша крепость погрязет в телах убитых. Спасибо всем за просмотр. Комментируйте, задавайте вопросы, оценивайте видео. Оставайтесь со мной, ведь впереди вас ждет еще много всего интересного. До новых встреч и всем пока!